Ну что ж, друзья, всех приветствую. Да, мы всё-таки начали. Так, наверное, 42-я минута это будет. Да, чё-то, короче, всё лагает, причём лагает нещадно. Вот эти хрени надо снести. Там, здесь у меня есть... Здесь у меня есть все вёдра, так что это не страшно. Блин, это плохо. Потому что переработка-то клёвая. Переработка-то клёвая. Но, видимо, из-за этих двух печек тинкерских... Но это многоблочная структура. Они всегда были такие ненадёжные нихрена. Так что я, в принципе, не особо-то удивлён. Расстроен, но не удивлён. Блин, мне так не хочется что-то новое думать с этим. Но с такими лагами жить тоже невозможно. Надо ставить, наверное, одну резонантную печку, да и всё. По идее. По идее тут больше ничего не нужно. Плохо дело. Плохо дело. Мы идём как бы на пути к Дарк Стилу, к Визеру и всему вот этому. Но пока что... Пока что, блин, я снова вожусь с переработкой. Это уже напрягает меня. Так, это кабла идёт, да? Да. Каблятинка. Хорошо. Ничего хорошего, конечно, но кабла всё ещё перерабатывается. Ресы сейчас идут в сундук. Я это всё отключил. Получилось как бы за кадром отключил. Но на стриме. Новейшая версия Таункрафта. Понятия не имею, чувак. Я в него никогда не играл. Мне он не нравится. Я заменяю... Так, F5, F6, F7. Я заменяю обычно Таункрафт любыми другими модами. Всякими техно-модами. По-хорошему бы, конечно, сейчас зайти... Перезайти. И протестировать, как оно будет вести себя. Так, снова этот чанг пустой. Он проклят, чёрт возьми. Так, это мой основной сундук. Он здесь не нужен теперь. Теперь всё идёт прямо вот тут. Как бы я ускорил... Ну, увеличил мощности вот здесь. И поэтому, видимо, пошли лаги какие-то. Ну, видите, постоянно что-то идёт. То есть, если мы сейчас посмотрим, сколько здесь прошло. Минут пять, наверное. Минут пять. И вот даст. Даст, даст, даст. Так, даст. Ну вот. Вот. 107 железа набилось уже в этот сундук. И всего остального тоже гора. То есть, это как бы... Хороший результат. К сожалению, хороший только лишь для... Того, что не лагает. Для того, что лагает, очень хреновый результат. Так, уберём вот это всё. Вот так. Так, ну провода я заберу, конечно. Так. Я не этим рассчитывал заниматься сегодня. Так, да, кстати. Я здесь всё убрал, всё прибрал, всё прикрутил. Теперь здесь производятся у меня лутбэги. Всё я сделал за кадром, конечно. Теперь у нас будет... Открытие кейсиков. 39 легендарных мешочков. Теперь они идут в хорошем количестве. Да, кстати, вот лаги пропали полностью. Какие-то вот... Помните, когда смотрел сюда, у меня под лагивало. Теперь этого нет. Так что это точно... Оно... Это точно плохо. Так, ну давайте соберём... Давайте соберём сюда побольше мешочков. Прям в карман. Так. Здесь у нас Essence Orbary Bush. Essence Orbary Bush такой. Но это мы заберём. А это... Так, это у нас еда. Это у нас Dracognum Ingrid. Это да, а это нет. Так. Отстой. Enderium. Crimson Killed Graves. Tauncraft. Ой, это что-то... Блин, я не знаю даже, что это такое. Заберём, короче, вот это. Но не заберём, наверное... Хотя, пусть будет. Если Tauncraft решу развивать. О, два Budrockium Ingot. Прикольно. И Wizard School. Так, это у нас... Это какой-то Order Discount. Не надо. Таких у меня уже штук пять есть. Это у меня тоже уже в больших количествах. Так, Gold Orbary Bush. Ещё драконь умный. Ещё драконь умная штука. Так. Chance is equal sachydron. Octatic Capacitor. Не скрафтил ещё ни одного, но имею уже кучу. Понятно. Primal Mana Bucket. Thermal Expansion. Что такое Primal Mana? Блин, не знаю, короче, но выглядит круто, поэтому давайте сохраним это всё. Так, это в топку. Еда. Octatic. Вернее, Ico что-то там. Так, ещё Enderion. Ещё chestplate. А, это... Да, это штанцы, господи. Культовые штанцы. Окультные штанцы, да. Так, ещё драконь умныйнготы. Ещё еда. Клёво. Еду я оставляю. Она прикольная. Так, посмотрим, что тут ещё накопилось. У нас ещё 20 мешочков. Так, здесь снова кусты. Снова еда. Снова еда и дракониум. Wither school. Так, это параша. Но это можно оставить. Так, это в топку. Leather experience ring. Ха, такой у меня уже есть. Но они крафтятся во что-то большее. Crimson Cult Leggings. Resident Ender Bucket. Вот дракониум забираю, всё остальное в топку. Так, Octatic Capacitor. Lumium Ingot. Штанцы в топку. Так, Silverwood Suppling. Так, это крутая штука. Это я точно знаю, что это крутая штука. Снова стейк и чипсы. Mana Pearl. Пусть будет. Crimson Cult. Сойдёт. Хотя это, наверное, мусор. 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 Так, это мы оставим. Сердце забираем. Это Overgrowth Seed не нужен. Фрагмент знаний оставим. Crimson Cult Banner. Ну, это я уже не буду забирать. Дракониум Ingot. Sunday Roast. Вибранта Лоя оставим. Мана Штуку оставим. Fire Protection и Educational. Чем бы это ни было. И Crimson Rides. Ой, это какие-то ритуалы, короче. Книжка с ритуалами. Не будем её пока открывать. А то знаем мы эти книжки. Которые не приносят вреда. Чтение книг ещё никому не приносило вреда. Говорила одна героиня. И после этого у них был МХТ. Блин. И прочие уроды. Так, чё тут? Так, это мы, конечно же, не сможем сюда поместить. Естественно. Так. Зелье, зелье, зелье. Зелье выкинем нафиг. Так, и Мана Белт. Ой, точнее, Мандайн Белт. Ну и в итоге у нас получилось не так уж и много полезного. Так, давайте уберём всё это по сундукам. В принципе, легендарные мешочки всё ещё сосут. Стилс Сак. Так, это сюда. Нет, вернее, наоборот. Вот это сюда. Сплавы сюда. Где-то знания у меня пока что здесь лежат. Я пока не распакивал Таункрафт. Я не знаю, буду ли я им вообще заниматься. Так, Манна Перл, Манна Перл. Пуще и тут лежит. Так, и книга, кстати. Этуал нужны, когда тёмные знания откроешь в Тауме. Ну, если я вообще буду этим заниматься, как я уже сказал. Ой, Бодроки Умингат. Очень тяжёл. К сожалению, я его тоже применить не могу ни на что сейчас. Кстати, алмазов у меня 1475. Ну, бэт. Так, и да, давайте с этого вот сплав. Это, ну, не сплав технически, но оставим здесь, оставим тоже тут. Ой, я без понятия, если честно, куда мне деть. Блин, это крутая жранина, слушайте. Это очень крутая жранина. Я без понятия, куда мне деть вот эту броню и нужна ли она мне вообще. Так, вот это тоже сюда оставляем. Это сюда. Черепки сюда. Вот 21 штука уже. Так, кусты, 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 кусты. По-моему, здесь у меня. Да, все кусты лежат тут. Я пока что ими не пользуюсь, но надо будет их сделать. Хотя, тоже честно, вот добыл. Времени кучу потратил, а буду ли пользоваться, без понятия. Так, ну и... Да, все, сундук забит под отказ, под завязку. Конечно, вот этот вот Redstone Bucket, нужны ли они мне вообще? Да и Перотовым тоже, да и Glowstone, да и Криотовым пока что нет в нем необходимости никакой. Печалькам. Так. Ладно. Блин, обидно, конечно. Привет, on usual nickname. Кстати, я игру-то правильно сегодня написал? Ну, а то вчера мы весь день играли в Mines, а не в Minecraft. Так, о. Кучу ништяков. А, стоп. Блин, не успеваю так быстро кликать. Видимо, и не получится здесь. Ладно. Так, уберем серу. Сера мне сейчас не пригодится. Мне нужен Dark Steel. Коробка с дверью, это для АФК, а то мобы сталкивают. Мне нужен обсидиан, мне нужен уголь и железо. Так, обсидиан. Так, обсидиан. Так, эссенции осталось немного, но я думаю, что мне ее хватит на некоторое количество Dark Steel. Но, в принципе, экономить я ее не собираюсь. Ну, вот так где-нибудь. Хотя. Какого черта? Так, теперь. Marble. Блин. Уже накопилось кучу дастов. Ну, даст мы потом как-нибудь будем обжигать. Я не знаю, есть ли другой способ, кроме тинкерской печки, удвоить выхлоп вот с этих вот штук. Ну, возможно, через Magma Crucible можно прогонять. Он-то не лагает, он-то одноблочная структура. А, на его номер это сарказм? Потому что сарказм здесь был бы более уместен. А, камон, не лагай. Вообще, моду вижу многие в первый раз. Типа Magical Crops. Просто заходишь на YouTube, смотришь гайды. Ты уже знаешь про этот мод. Ну, хоть что-нибудь. Так, также мне понадобится... Вот, Yenta. Кстати говоря. Кстати говоря. Так, и вот это. Должно производить нам Dark Steel. Довольно-таки не быстро. Довольно-таки не быстро. Что не может меня радовать абсолютно никак. Я хотел сделать это за кадром, но, если честно, я забыл. Как-то так. Так, уберем вот эту хреновину. Поставим сейчас здесь этот самый... Этот самый провод. Так, 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 так. Где провода? Вот они. Я серьезно, я понятия не имею, что происходит, но интересно. На самом деле, все несколько проще, чем кажется. Но несколько сложнее, чем, опять же, кажется. Тут моды просто, они не все добавляют что-то свое. То есть, иногда это вроде как бы и разные штуки, да. Ну, там просто есть... Там в Thermal Expansion есть трубы. Они же провода. В Android есть свои провода. И там есть провода, и тут есть провода. Они все работают немножко по-разному. В целом, это провода. То есть, с одной штукой все понятно. В Thermal Expansion есть штуки, которые запрашивают предметы. Есть штуки, которые вытаскивают предметы. С ними тоже более-менее все ясно. Их там штук по семь, по-моему, каждого вида. Но они просто, ну, по грейду, да, растут. То есть, какие-то... Одни быстрее работают, у других возможностей больше. Опций каких-то. Ну, соответственно, чем круче, тем выше и скорость, и возможностей больше. Все такое. Так что... Мое знание модов весьма удручающее на данный момент. Блин, надо еще один скрафтить Always Melter. Угу. Так, где-то у меня тут есть Basic Capacity, должен быть. Extra Utilities. Здесь возможно... Нет, это Яндрайо. Вот он есть. Так, Alloyed Smelter. Вот он. Так, нужно четыре решетки. Не, ну, если хочешь поиграть в какую-нибудь сборку, то... Я не знаю, потянет или не потянет у тебя комната, но это достаточно занимательная штука. Так, вот, посидеть, покопаться. Чего-то поделать тут. Так, Alloyed Smelter. Бум-бум-бам-бэм. В Майнкрафте с модами я чаще крафчу котел, чем в ванильном Майнкрафте. Я бы даже сказал, тут я его вообще крафчу. Вот что в ванильный майн добавили? За каким чертом добавили этот долбанный котел? Ну, хоть кто-нибудь, пожалуйста. Хоть кто-нибудь, пожалуйста, скажите, что он вам когда-то пригодился. Потому что, на мой взгляд, абсолютно нет. Никогда не пользовался котлом. Его пользуют только как бат, наверное. Руда можно прогонять через пульверайзер, печку и будет удвоение. Но у меня пока что идут не руды, у меня пока что идет эта пыль. Из экс-нехилла. Именно когда у меня будет чистая руда, как в дипдарке, тогда да. Тогда соглашусь. А пока что... Никак. Так, ну что, ну... Да, надо еще октадик туда закинуть, наверное. Не вижу октадика. Вот он. Нет, он дабл лейер. Вот октадик капэсита. Такой котел. Ну, колдрон обычный. Ванильный. Вот этот котел. Вот этот. Не знаю. В нем вода кончается. Его не... То есть, он был бы прикольный, если бы в нем также была вода постоянно для варки зелий. Чтобы ты как бы не источник держал, да. Вот у тебя блок стоял, который ты просто... Ну, ты тыкаешь... Да, блин. Во, профиль на мышке не тот пробил. Вот. То есть, ты просто в него тыкаешь, забираешь воду бутылочками. И там вода не кончается. Потому что автоматизировать подачу воды туда нельзя никак. Вот. Так что ты, типа, принес ведро воды, вылил ведро воды, начерпал себе пару бутылочек. И все, вода у тебя там кончилась. И вот как бы нравится-не нравится, жримая красавица. Блин, это максимальная скорость. Если да, то я хочу еще один. А лучше два. А то что-то как-то совсем уныло. Basic Capacitor. Вот он. Так, Alloy Smelter. Вот эти вот кейсы. Мне надо взять... Восемь штуков. Так, еще шесть таких. Будем ускоряться. Они не умеют работать быстро. Так. Вот этот котел. Ванильный. Он бестолковый. Они его, по-моему, заменяли чем-то. Они, по-моему... Как-то они по-другому его задумывали изначально. Возможно. Запихни в пульверизатор из термола пыль железной руды. Проверь удвоение. Пыль железной руды. Можно... Можно ничего никуда не запихивать. Можно просто проверить. Кстати, да. Работает, походу. Да. Да-да-да-да-да. Можно в пульверизатор запихивать. Ну, тогда будем крафтить сейчас резонантную, наверное, машинку. Просто многоблочные структуры у них в чем минус? Насколько я это понимаю. Могу сейчас сказать полную херню, но забейте. Насколько мне объясняли, да, насколько это вообще даже логично. То, что многоблочная структура, она всегда, то есть, в ее блоке всегда чекают, не появились ли новые блоки, которые она может определить рядом с ней. То есть, если вы построили печку, она всегда будет чекать, нет ли вот еще одного слоя блоков над ней, не надо ли добавить как бы емкость, да. Соответственно, это все немножко нагружает. А так как у меня две печки, еще постоянно обе загружены, в них постоянно что-то из них что-то выливается, работает куча фильтров. Ну, короче, такая штука. Занимательно одно но. То, что у меня ванилы еле тянет, это беда. Ну, это, да. Не знаю, сделал бы уже донейшн гол на ПК себе. А вот еще кто накидает. Хоть играть без лагов, все равно все же приятно. Во все играть без лагов. Ну, кроме, возможно, ванильного майна, он все равно лагать будет. Но хотя бы будет лагать не так сильно. Так, мне нужно еще два октатика. Где-то они были. Вот они. Самые мощные. Вот они. Item Conduit Upgrade, Chargable Lightroom Filter Upgrade, вот Item Filter, Item Conduit Speed Downgrade, даже Downgrade есть. Прикольно. Блин, жалко, что нельзя с ними ничего сделать, чтобы они работали шустрее. Есть некоторые моды, где многоблочная структура не чекывается. Там сделано проще. Структура проверяется единожды при клике спецпредметом. Наверное, типа Forestry, да, она просто вот... Ты поставил, она пум, собралась вся. Ну, то есть там нельзя держать недостроенные структуры, в том числе. Но там, насколько я помню, просто она один раз собирается и все. Но если там держать недостроенную структуру, то она все равно будет чекаться. Нежелательно такое допускать. Так, готово. Теперь можно сюда только подкидывать обсидиан время от времени. И все равно, господи, как это медленно. Черт. Это еще количество энергии увеличивается. Ну, не то чтобы совсем медленно, но 4 штуки пыхтят как... Просто как пипец. Амерсов инжиниринг, кстати, тут есть. Там как так же. Насчет бикреактора не знаю. Ну, бикреактор такой. Такая себе штука. Здесь как бы можно, конечно, сделать еще... Индакшн смелтер, все это загонять. Он быстрее работает. С одной стороны. Но с другой стороны нужно будет дробить обсидиан. То есть это тот же кусочек обсидиана, просто его еще надо будет пульверизировать. И надо будет делать сталь. Точно так же. То есть сначала через Индакшн смелтер прогонять железо с пылью. Потом прогонять через него сталь с обсидианом. И получится то, на то и выйдет. Обсидиан точно придется пульверизировать. А так как бы чуть-чуть медленнее, чуть больше энергии возможно. Но зато в одной машинке все. Когда ССП? Не знаю. Капаситор уже засунул. Так, не те, где надо чем-то кликнуть, чтобы она собралась. Проверка проходит только в случае клика предметом. А, даже так. Понятно. В любом случае ненадежные штуки. Ох, блин. Да, познать дзен, не лагающего майна. Это та еще задачка. Ну что, мне нужен тогда пульверизер сюда. И печка. А потом, чтобы оно шло в сундучок. Ну, в этот же, да. То есть, поставить надо вот здесь пульверизер. Вот тут печку. Наверное, даже... Блин, много буферов. У меня много сундуков стоит. То есть, вот тут что-то лежит постоянно. В чем достаточно в больших количествах. Здесь что-то лежит. Здесь вообще сейчас идет просто лютое производство. Тут постоянно кормится едой этот чувак. Ну, на алмазики идут. То есть, ну, вы видите, с какой скоростью это происходит. Тут всегда что-то есть. Здесь всегда что-то есть. Только молотки успевает отбрасывать. Кстати, молоток износился. Два молотка. ССП будет, ребят, когда я наиграюсь в моды. Просто сложно переключать голову между ССП и модами слишком часто. Ванила это. Ты сначала играешь, у тебя все есть. У тебя фактически не Майнкрафт, а спорткарты. Можешь все автоматизировать. А потом ты идешь играть в камни, блин. Просто у тебя даже не какой-то там, не какая-то, не знаю, повозка. У тебя просто камень, который ты катишь впереди себя. Причем квадратный камень. И он, скотина, не катится никак. И это вот ванильный майн такой. Ну да, придется крафтить резонантную печку и резонантный пульверайзер. По-хорошему бы, конечно, и здесь резонантную штуку сделать, но пока не треба. А тут у нас, кстати, что? Еще два молота. Только больших. Ну, благо, что алмазы здесь не проблема. За что я люблю вот эту машинку? Так, за то, что в ней можно выкладывать такие рецепты. Зерстатьи этого не понимают, а Planet Intergestics понимает. Причем очень даже, очень даже здорово. Так, энергии не хватает, да? Я даже знаю, почему энергии не хватает. Потому что Dark Steel. И потому что здесь провода барахла. Кстати, давайте с проводами еще займемся. Я вчера их не успел. Энер-ио. Ну, здесь нужен вибрант. В принципе, можно вибрант, конечно, делать. Но он такой. Не самое приятное. Хреновин. А вот Contract of Iron. А, нет. Энержестик салой. А, ну, короче, мне нужно Валойс Мелтер, либо Валойс. Блин, опять Валойс Мелтер. Дамажу вашу. Может, какие-то другие есть рецепты. Ну, Ark Furnace, но это, по-моему, большая печка. 200 тиков. Здесь, наверное, по энергии выйдет. Достаточно. Достаточно дохера. Выход с батарейки сделать больше. Тоже вариант. Я могу вообще максимальный выход дать. А ну, не бомбанет. Но провода все равно надо менять будет. Ну, пульверайзеру хватает энергии. А этому... Ну, уже нет, походу. Нет, конкретной энергии не хватает, потому что... Потому что провода проводит мало слишком. Она все равно больше 640 и RF затик не проведет. То есть, смысла нет. Так, короче, давайте крафтить провода. И, наверное, немножко переиначим на некоторое время производство. Так, мне нужно вот это. Кстати, рецепт. Вон, glowstone essence. Сколько ее. Жесть просто. Так, также мне понадобится... Собственно... Glowstone dust и redstone, да, получается? Да. Redstone, кстати, тоже. Туда же. Он пока у меня в ручном крафте. Так, наверное, возьмем побольше золота. А, хотя... Да, давайте возьмем вот так вот на... На два. На две штуки. Не буду сейчас сильно этим упарываться. Так, ну, это должно побыстрее переплавиться. И, в принципе, мне не нужно так уж много этого сплава. Просто я хотел бы... Хотел бы чуть больше, чем... Чем там пару слиточков каких-то. Так, подождем, наверное, немножко. Мне вообще должен быть этот сплав где-то. Где-то должен быть здесь. Но количество его... Да, всего один слиток. Это плохо. Перепровода из термала. Зачем? Проводов из термала есть одна штука. Неприятная. Они не будут находиться в одном блоке с проводами из Андрайо. Так что как-то так. Ну, так вот, хватит пока что. Пусть пока плавится. Так, где-то у меня были провода... Вообще, не провода, а вот эти вот. Оп. 48 штук. Так, ну, давайте. Мне пока что хватит на какое-то количество... Так, отлично. На какое-то количество мне хватит. Дальше посмотрим. Кстати, у меня тут хоть один легендарный мешочек приехал. О, аж три приехало. Так, лут. Вот они. Это у нас ворнаут в бэде. Так, это... Вот это забираем. Мана Перла забираем. Тенор Брэйбуш забираем. Дракониум забираем. И мана Стил, и эндериум, да? Клево. Так, здесь ставится шлем. Мы его туда. Неплохо. Неплохо. А рекламщики мрази. Если вы спамите на чужих каналах, вы мрази. И вообще не будет у вас будущего на ютубе никогда. А если и будет, то у вас будет такая золотая репутация. Такая золотая репутация. Потому что все-всех помнят. Репутация. Это вообще наше все. Так, что я поперся. Сюда, сюда. Сюда идем. Так, сколько там получается? 5-120, да? Вот так. Это, конечно, тот еще трешак с проводами здесь у меня творится. Ну, что поделать. Блин. Ну, ладно. Сейчас переподключим. Так. Так. И вот эту хрень надо вернуть. Эм, камон. Так. И эту штуку надо на insert настроить. Это сюда у нас должна идти... Да, отсюда сейчас должен идти гравий. Вернее, сюда должен идти гравий. Так. Убираем вот это и вот это. Ставим эти провода. Никаких закольцовываний, плиз. Так, и туда у нас пошла энергия. Кстати говоря, это у нас, между прочим, с алоэ смелтера. Да, здесь поставил эти вот хреновины. Гроу пульсары. Так. Так. Вы знаете, наверное, я сейчас сделаю умную вещь. И все-таки поставлю еще один тессракт вот там. Вернее, еще два тессракта, а то это вообще не круто. Мы уже от тессрактов как-нибудь разведем энергию. Так, мне нужно сейчас два тессракта. Быстро. Два тессракта. Вот они. Так, поставим там. Сейчас еще сверху, кстати, наладим. Может быть, кстати, алоэ смелтеры заработают побыстрее. Но вряд ли. Вряд ли это как-то поможет. Пум-пум. Убрать. Так, это тоже убрать. Да не надо, блин, ничего тут. Вот, 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 вот. Теперь им энергии хватает. Ну, правильно. Много машин на одном проводе маломощном. Собственно, чему удивляться. Так, мы ставим сейчас один тессракт вот тут. Вот так. Это у нас будет линия номер три. Так. My Machines. Я не знаю, правильно ли я написал. Мне, в принципе, по барабану. Так, да, задать частоту. Настраиваем на... Energy отправить. Так, и, блин. Вот так, мои машины. Теперь идем туда. Боже. Кстати, а сработает ли? Дайте-ка попробуем, короче. Сделать вот так. И теперь... Ну, не работает. Я думал, Вайнмайнер мне сейчас все провода снимет. Было бы прикольно, кстати. Не пришлось бы долбаться. Так, чатик я смотрю. Да, ребята, я просто сейчас немножко... Чтоб не накосячить. Иногда я отвлекаюсь. Я же не могу сидеть постоянно в чатике. Так, хорошо. Вот эту можно ветку отцепить. Ферма у нас автономно работает. Хотя это не совсем то, что называется автономно, но... Мы меня поняли. Самое главное. Блин, вот как всегда, в моды заходишь играть, и хренак что-то не работает. Это надо фиксить срочно. Так, ясно. Будем искать не здесь уже. Будем искать в аплайт... В аплайт-системе. Так, кстати, я так и не поставил... Тосеракт. Тосерактик поставим вот тут. Где-нибудь... А, где-нибудь вот здесь. Так, это у нас будет моей машинки. И он будет... Ничего не будет делать. Будет только принимать энергию. Машинки питаются. Да, машинки питаются. Это хорошо. Как они быстро энергию-то схавали. Схрумкали. Так, сейчас мы перенастроим систему, кстати. Угу. К моей системе тоже ниточка дошла. Так, надеюсь, там энергия не кончится пока что. Давайте мы мою систему тоже, наверное, тосерактом запитаем. Хотя, нет. Мы ее запитаем тупо проводом. То есть, в принципе, недалеко. Нефиг-то с рактой разбазаривать. Они дорогие. Мать твою за ногу. Черт. Гаддэм. Сверхой с вейнмайнером провода убираются. Окей. Так, это у нас энерджи-эксептор. И мне нужны еще вот такие провода. Так, сейчас сюда затянем по шурику. Я не знаю, как подобраться без бода, который превращает в летучую мышь. Вот, это то, что реально полезно. А, они еще не закончили. А, эта машинка не закончила, а эта закончила уже. Ясно, понятно. Так, здесь все понеслось. Тут почти понеслось. Все хорошо. Вот. Ну, в принципе, занимаемся сейчас двумя делами одновременно. Что-то про виджеты писали. А, если вы видите на донейшн-алерте то, что про виджет, ни хрена, ну, там, типа, не установлен виджет, это ничего не значит. Он может так писать даже во время стрима. По какой-то причине. Но в данный момент у меня стрим под запись, поэтому повещалка доната, она выключена, чтобы ничего потом не пиликало. Такие дела. Но донатики я вижу, так что, если вы пришлете донатик, я все увижу. И прочитаю, собственно. Лично. Так, убираем сюда пока. Ой, нет, здесь жранина лежит. Так, мало энергии. Ну, ладно. Сейчас система просто отрубится, и все. Все, что произойдет, она просто отрубится. Если мне больше сушителя убивать. Если возможность появится, то убьем, конечно. Ну, видишь, Dark Steel плавится, а там как раз-таки нужен Dark Steel. Не, можно пойти легким способом, потратить на это пару алмазов, но это, как по мне, так для всяких сикушек розовеньких, которые не могут убить визра по-мужски. Вот так. А ты не взорвешь. Не, кажется, не взорвет. Там Dark Steel надо просто до задницы. Все пока что в него упирается. О, все, энергии куча. Кстати. Кстати. Кстати, сколько времени прошло? Почти час. Нормально. 242, 329, да. Где это Бабуевина? Вот она. Let's do this. Let's do this. Фанк. Фанк. Фанк, 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 только фанк. Пускай так стоит пока. Запасная. Надо будет поставить просто побольше Energy Cell, чтобы если что-то вырубилось, система была еще какое-то время доступна. Ну, адекватное время. Кстати, пока я не прочухал весь обсидиан. Ну, весь обсидиан я все равно не прочухаю. В принципе, не страшно. Что у нас там по Dark Steel? Норм. Получается 5 стаков. 5, почти 6. Нормально. Unusual nickname. Некоторые не слушают посетителей чата. Некоторые слушают только стримера. Такие люди действительно есть. И не нам их винить. Мало ли кто что в чате брякнет. Так. Ну, давайте сделаем где-нибудь штучек. Восемь дополнительных. Так. Мне надо еще немножко железа. У меня все равно его 22 тысячи. Девать его некуда. Решительно. Так, я сейчас добавлю обсидианы сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. Теперь он будет расти в большем количестве. Эссенция будет идти получше. Посмотрим, хватит ли этого. Минисио пока что у меня дохрена. 20 тысяч блоков. Ну, то есть, это, конечно, кончится очень быстро. Но пока что у меня его дохрена. Умножайте на 9, что называется. Я даже сейчас умножу. Просто ради интереса, сколько у меня их в штуках. 20, 646 умножить на 60... Нет, умножить на 9, да. И разделить... 185 тысяч 814 делим на 64 и получаем 2903 стака. В общем-то, в чистом виде. Обсдаться. Тебе уже пора делать плантации с семенами Минишер Ситс. Ну, они у меня есть. Собственно, она вот. Большая часть плантации вот. Вот она и есть тут. Единственное, чего у меня пока не крафтится, это камень. Камень у меня пока что не крафтится автоматом, а надо. Желательно бы. Но автоматизировать что-то на АЕ сейчас у меня нет никакого желания. Так, я ладно, я не тем сейчас занимаюсь, чем планировал. Молясь. Молясь, не тем. Не, быстрее оно работать не стало, но... Какого черта? Так, вниз. Здесь у меня все настроено? Нет, здесь у меня не все настроено. Тут у меня сейчас будут проблемы. Так, не, наверное, не так лучше. Наверное, лучше вот так. О, пошла моча по трубам. В смысле энергия. Уже лучше. На машинках плохие провода стоят. Да. О, снова у меня кольцо работает. Снова левелы пошли сотнями. Я так понимаю, у кольца есть одна такая фишка. Оно как бы... Насколько я понимаю, да, оно работает по принципу... Если где-то был опыт, значит, оттуда его можно высасывать. Блин, ну что они тут летают? Как мне их забрать? Ау. Ой, да и пошли вы. Про водомраде. Горите там в аду. Так, раз стекло. Где еще стекло? Не понял. А, оно, наверное, осталось здесь, да? Да, оно осталось в вакуум-хокере. Да и знаете, хрен бы с ними, с этими проводами. Пока не раздражают, конечно, адово. Здесь как бы есть опыт. Он, он отдеспавнился, видимо, но он как бы тут есть. Вот у меня кольцо его насасывает. По полной. 1145... 1157 левелов, пардон. Первые левелы летят просто люто. Я не знаю, в чем его проблема, но если бы была бы машинка, в которую кольцо можно было бы воткнуть, это было бы просто... Просто представьте, что с таким количеством экспы можно сделать. Так, кстати, вот это позорище буду убрать, наверное, но пока что именно оно мне переплавляет все мои ресурсы. Ну, блин. Вот так. Так, когда там кончится такой уголь, я туда блоков угля напихаю. Так, мне нужно еще обсидиана. Много. И где-то он был, вот он. Ну, как много. Сколько получится, в общем-то. Так, получился. Что за кольцо? Вот это вот. Лассер ринг о экспириенс. И таких четыре штуки, и можно будет еще самое мощное сделать. Ну, то есть оно... Оно апгрейдится бутылочками. Ммм, кстати... Да, из него можно три бутылки скрафтить. Вот, ты сначала апгрейдишь его бутылками, получается, ринг о экспириенс. Потом можно попробовать вот это кольцо. Собрать четыре таких и сделать еще более мощное кольцо. Гретер, ринг о экспириенс. И это уже ничего с ним не сделаешь. Я не знаю, какая разница между ними. Может, он быстрее опыт засасывает или типа того. Короче, лютая штука. Просто лютая штука. Андроид Кулн, давай, поднапрягись. Уделай этот кусок бумаги. Пусть он утрется своими бумажными слезами. Вообще, антиплагиат, странная система, если подумать. Даже если там забить, там, разбираюсь в этом, не разбираюсь в этом. Просто странная вещь. Прогоняют через антиплагиат. Мне кажется, эта фишка не может нормально работать по определению. А что если человек написал диплом сам, а у него антиплагиат показывает дохрена плагиата? Просто, ну, вот мысли совпали. Не знаю. Слог совпал. Пишет человек примерно так же. Что тогда человеку делать? Вешаться? И переделывать свою работу так, чтобы она не была похожа на свою работу. Странно. Текс. Так, давайте сейчас буквально на секундочку паузу сделаю. Мы продолжим играть, собственно, в Sky Factory. И попробуем скрафтить печку резонантную и пульверайзер. Тоже резонантный, потому что нефиг мелочиться. И нам нужны самые мощные машины, потому что... Потому что они мощные, черт возьми. Только они могут справиться с поставленной задачей. Т merry-до-osh. apore liability. Нам не keyboardу. И обойден... Talk to your Moss.